Я могу написать бесконечно интересный текст, потратить еще одну кучу денег на оптику, найти самых интересных авторов в самых интересных жанрах, но в итоге все равно, как только я произнесу слово «классика», тысячи людей по другую сторону мониторов скажут что-то в духе «Да ну нахуй оно мне надо? Это стопудово скучно, сука! Убери палец!» «Палец, сука, убери! Бляяяяя!» Здрасте, вы на канале Сейны, и сегодня мы разберемся, почему вся классика скучная. Очевидная часть ответа на этот вопрос состоит в том, что классика, она, как правило, старая, и, соответственно, тебе сложно вникнуть в культурный контекст того времени и почувствовать вообще вот автора именно как чувствовал его современник. Однако неочевидная часть ответа на этот вопрос заключается именно в этих самых современниках. Пример из классической музыки. Бах – признанный музыкальный гений. Более сорока предков Баха также занимались музыкой. С детства он был приучен к Аргану, и даже были современники, которые понимали талант Баха. Однако их было недостаточно. Родители умерли, и Иоганну с братьями распределили по приютам. Однако даже в этой ситуации Бах умудрялся находить работодателей. Это были либо церкви, либо какие-то богатые просто вельможи, у которых были на это деньги. Бах регулярно совершенствовался за счет того, что слушал своих коллег. Он пересекал страну и даже ездил в соседние страны, чтобы слышать тех, кто играет, по его мнению, круче него. И однажды он даже прошел 50 километров пешком, чтобы добраться до Мюнхена и послушать своего более опытного коллегу. Но беда заключалась в том, что когда он возвращался обратно к себе с новыми знаниями, его новая, как бы, эволюционировавшая манера игры не нравилась его старому работодателю. И ему приходилось искать нового, и так он постоянно скитался туда-сюда. А учитывая то, что работодатели тогда были в основном выцерковленные, это был народ довольно консервативный, и в итоге найти новую работу было не так уж просто. И в итоге тот, кого в следующем веке, да и по сей день будут считать гением, преподносить его работы как идеал и нечто совершенное, давая их на уроках в музыкальных школах, сам он всю жизнь боролся то за место органиста, то за место учителя музыки. И в итоге так и не получил достаточного признания до самой смерти. Классик номер два из совершенно другой области. Изобразительное искусство. Ян Вермеер. Одно из главных имен голландского возрождения, ныне признанный классик, даже имел успех при жизни, однако все равно умер в безызвестности и бедности. О гении Вермеера ничего не скажет лучше, чем его работы. Просто посмотрите на эти детали. Вот это не из того разряда, что моя одноклассница так же нарисует, ваша одноклассница так же не нарисует. Скурпулезность работы, ей одержимость такая, можно ее заметить и у Баха в бесконечной математике его произведений, а так же у Вермеера в его детализации и работе с цветовым пространством. Заметьте, это не похоже на картины того же итальянского возрождения. И вот эта гениальность, которая кажется нам сейчас очевидной, когда мы просто смотрим на эти картины, она была совершенно не актуальна в годы жизни самого автора. Спустя 20 лет после смерти Яны Вермеера в 1696 состоялся аукцион, на котором выставили 21 работу художника. Из них сейчас мы знаем только 16 подлинных картин Вермеера. Остальные 5 до сих пор разбросаны где-то по миру, а возможно уже уничтожены, и мы никогда их не найдем. Берем еще одну другую область, литературу. В ней я поставлю сразу двоих, Кавку и Хемингуэя. Боль заставляет кудахтать кур и поэтов. Я сейчас цитирую Ницше не только потому, что мне 15 и я псевдоинтеллектуал, но еще и потому, что этот цитата идеально описывает жизни этих двоих классиков. Оба не оправдывали ожидания родителей и страдали от этого всю жизнь. Хемингуэя не принимала мать, Кавку – отец. Оба родители не признавали таланты детей до самой смерти. Спустя несколько лет после смерти матери Хемингуэя он получит Нобелевскую премию, но это не будет то признание, которое ему было нужно. Кавка же умер безызвестным, так как отказался публиковать собственные работы и, понимая, что он неизлечимо болен, попросил своего лучшего друга уничтожить все рукописи. Мы сейчас имеем возможность вообще читать Кавку только потому, что его лучший друг не выполнил его предсмертного желания. Так что цените своих ебнутых творческих друзей, возможно, кто-то из них не признанный гений. Вы только представьте, Кавка писал свои произведения всю свою недолгую жизнь. Страдая от тирании отца в самом начале, он нес это ощущение неспокойства, постоянной тревожности во всем, что он писал. Также гиперболизированная мужественность Хемингуэя, такой стиль военного журналиста и сам образ немногословного мужчины-скалы, возможно, получился именно потому, что Хемингуэй не хватало материнского признания. И в итоге мы имеем двух уникальных авторов. Кавка был неспокойным человеком в спокойное время в Европе, а Хемингуэй был спокойным человеком в неспокойное время в Америке. Так почему же эти авторы были не признаны, а некоторых даже ненавидели? Причины ненависти очень просты, люди боятся нового. Новое не будет принято в штыки, только если его перед этим хорошо раздрекламировать. Однако, что мешает этим авторам просто писать то же самое? Можно угождать тем людям, и они не будут тебя ненавидеть. Что мешает им просто копировать существующих исполнителей? Лизеру вот ничего не мешает. Рассмотрим примеры проблематики в каждой из областей. Композиторы. Каждый концерт в то время был уникален. То есть ты не мог написать, как сейчас-то, альбом, допустим, или произведение, да, вот сборник какой-то, и после этого с ним долго кататься и играть одно и то же. Нет, один концерт, одно новое произведение. Этим объясняется такая плодовитость всех классических авторов. Интересная штука про слово классический. Все авторы классической музыки понятия не имели о том, что они классическая музыка. И, в принципе, это было выражение не то, что непопулярное, оно было именно неупотребимое. Его было не к чему сказать. Сам термин классическая музыка пришел к нам одновременно с возможностью цифровой записи. То есть, в принципе, классическая музыка это всего лишь рекламный слоган. Его придумали, чтобы она продавалась, потому что, допустим, существовал там Фокстрот, да, потом уже будет существовать Элвис Пресли. И чтобы как-то отгородить вот их, от другой музыки придумали термин классическая. И важно понимать, что композиторы, которые жили и работали на момент, когда эта музыка начала продаваться, они были в ужасающей ситуации. То есть, представьте себе, вы всю жизнь будете композитором, занимаетесь вы только этим. Это вот, это и есть ваша жизнь. И вы конкурируете с еще огромной кучей композиторов по всей Европе. А это очень большое число конкурентов. И тут к так огромной базе конкурентов живых прибавляются еще и мертвые. Теперь билеты на ваши концерты не продаются не только из-за там вашего соседа Васи Пупкина композитора, но еще из-за Иохана Себастьяна, понимаете? Это невыносимая конкуренция. И в побеге от этой конкуренции они рождали новые жанры. То есть, понимаете, когда вы играете не классическую музыку, вы как бы стоите на другой полке в магазине, у вас уже не эти конкуренты. Вы можете вообще достигнуть монополии, если будете играть что-то там невообразимое. И все вот эти вот ваши Туц-Туц, Рэн-Дэн-Дэн и Фрутилупсы, они созданы именно композиторами, супер обученными, невероятно опытными. Потому что, в принципе, первые машины, которые могли создавать электронный звук, синтезированный, они были, ну, огромные, вот как несколько ваших шкафов дома с вещами. И, соответственно, доступ к ним имели только профессиональные музыканты. Даже, правильно сказать, профессиональнейшие музыканты. Берем другую область, изобразительное искусство. И оно ровно так же пострадало в свое время от появления цифровой записи. Ну, а не уже от фотографии. Я об этом рассказывал в одном из своих роликов, что когда фотография пришла и пропала нужда в служебной части изобразительного искусства, то есть, если ты хочешь семейный портрет, ты действительно уже можешь, там, не заказывать художника, а заказать фотографа. Он дешевле, быстрее, правдоподобнее, хотя не для всех это плюс. И в итоге супрематизмы, абстракционизмы, кубизмы, все современные жанры искусства, они появились благодаря тому, что пропала необходимость в служебной части изобразительного искусства. И берем последних писателей. И для них, я также говорил это в других своих роликах, это был личный дневник. Кавка говорил, что он освобождается, когда пишет. Разница только в том, что боль Хемингуэя оказалась актуальна для времени, когда жил Хемингуэй, а Кавка стал популярен только, там, через лет 50 после собственной смерти. Это всегда вопрос просто актуальности боли автора, чего стоит только взрыв популярности и интереса к антиутопиям. И, как видите, одна и та же ситуация и тенденция наблюдается во всех сферах творчества, в разное время. История циклично. Раз за разом некогда цветущий жанр или направление ветшает ровно до той степени, чтобы новый жанр или направление мог прийти и сломать все старое, тем самым показав свою силу. Прошлое послужит перегноем для настоящего, чтобы настоящее послужило перегноем для будущего. И в этом и есть кайф от изучения истории искусств. Захватывает сама мысль о том, что через условные 100 лет Хаски или какого-нибудь Гонфлада будут продавать как классику и говорить, что вот тогда, вот это была музыка настоящая, а вот сейчас какая-то хуйня полная. И настолько разные, максимально непохожие, полярные относительно друг друга, допустим, Бах и Гонфлад, отлично уживаются в моем плейлисте в Apple Music. Ты знаешь, где кнопка подписки? Субтитры сделал DimaTorzok